Икар-2007 Но первый гол был все-таки ворота Саровчан. Ребятам удалось собраться и забить два гола в спортивной школе Арзамасского района. Соперник не остался в долгу и к концу первого тайма сравнял счет на табло 2-2. Во втором тайме команде Икара повезло меньше. Во втором тайме мы начали прессинговать, мы катали, мы казались лучше. Также создавали моменты, много не реализовали, не хватило именно характера, чтобы бороться до конца. Из-за этого пропустили мяч, а там уже не забили. И проиграли важнейший матч в первом кругу. Градус эмоций чувствовался и на поле, и на скамьях запасных. Тренеры активно поддерживали своих игроков. В упорной борьбе не обошлось и без травм. Соперники забили ворота Икара еще один гол, но Саровчане отыграться так и не смогли. К концу основного времени счет на табло был 2-3. Соперник очень сильный, настрой боевой, ехали только за победой. Перед игрой у нас был соперником равное количество очков. Смогли выиграть, я очень рад. Команда была настроена. Недочеты есть всегда, никто не играет идеально, но мы будем стараться, чтобы исправить какие-то моменты и к следующей игре быть лучше готовы. Игра прошла в рамках первенства Нижегородской области по футболу среди юношей 2007 года рождения. Девять футбольных команд играют по туровой системе. Икаровцы уже принимали на своем поле команды из Дзержинска и Нижнего Новгорода. Выезжали и на другие площадки. Пока Саров занимает седьмую строчку общей турнирной таблицы. Здесь туровые системы. Играешь дома, следующий тур играешь на выезде. Допустим, сейчас команда «Разамаск» к нам приехала. Во втором круге мы уже поедем к ним. Будем у них играть. Надеемся, что возьмем реванш за такое обидное поражение. А так, да, много уже игр прошло достаточно. Сейчас будет большой перерыв. Следующая игра у команды «Икара-2007» будет в начале августа на выезде в Нижнем Новгороде. Беседу по противопожарной безопасности с ребятами из детского сада номер 4 провели сотрудники пожарной части номер 6. В форме спортивных эстафет малыши тренировались вызывать пожарных, тушить огонь и спасать из огня животных. Как позвонить в пожарную охрану? 0, 1, 0, 1, 1, или 102, или 112. Выходя из дома, электроприборы нужно обязательно выключать. Прятаться от огня под диваном или в шкафу нельзя. Спускаться на лифте во время пожара тоже категорически запрещено. Практически на все вопросы викторины воспитанники детского сада номер 4 ответили правильно, а затем закрепили свои знания на практике во время эстафеты. Первое задание – вызвать пожарных, набрав нужный номер. Правильно назвать свой адрес и представиться диспетчеру. Мы селились там. И еще мне понравилось, как мы по телефону там звонили. Мне понравилось тоже эстафета. Все игры и как мы спасали животных. Я теперь знаю, как вызывать пожарных. Мне запомнилось, что мы эвакуировались. Звонили в телефон. И мне запомнилось, что было весело. Мы спасали животных. Было весело и интересно, что мы эвакуировались. Эвакуировались. Звонили в телефон. И проходили туннель. Также в игровом формате ребята узнали о героической профессии пожарного. Примерить экипировку на скорость и тушить очаг пожара, а также спасти игрушку и вынести ее из огня была возможность у каждого ребенка. К каждому испытанию дети подходили очень ответственно, старались выполнять все задания правильно. Такие занятия инспекторы пожарной части номер 6 проводят регулярно в детских садах и школах города. На таких викторинах и сафетах ребята должны научиться, куда звонить во время пожара или экстренных каких-то ситуаций, что им нужно ответить диспетчеру, то есть на том конце продажи, что у них будут спрашивать. Также ребята себя могут почувствовать роль пожарного, узнать какая-то героическая профессия и насколько она важна человеку. И вообще она в мире важна, наша профессия. По окончании спортивно-профилактического мероприятия все участники получили памятные грамоты. Поблагодарив гостей надзорного ведомства, ребятишки пообещали помнить и соблюдать правила пожарной безопасности. Как привести свое тело в форму, чтобы уверенно чувствовать себя на пляже? Для этого нужно составить четкую программу питания и тренировок. Физическая активность нормализует вес и укрепляет мышцы. На пути к здоровому и красивому телу вам помогут тренеры клуба «Артфитнес». Летом, сидя на работе, многие уже грезят о долгожданном отпуске на море. Девушки примеряют новые купальники и задаются вопросом, как подготовить тело к пляжному сезону. Тренер клуба «Артфитнес» Олег Майоров говорит, что сбросить вес или привести себя в тонус быстро не получится. Это длительный процесс, на который нужно закладывать как минимум полгода. В это время нужно разработать план питания и программу тренировок. Ни в коем случае нельзя истязать себя за несколько недель до отпуска. Так вы можете серьезно подорвать свое здоровье. Первые тренировки, они не объемные, поэтому это минут 40-50. Тут главное наладить определенный режим. И первое время, когда ко мне приходят какие-то новенькие люди, я стараюсь ставить цели. И цель невысока. Просто поставить три тренировки в неделю, но делать это режимно. А уже потом по целям разбирать и создавать новые цели. Самое главное в тренировках – регулярность. Если вы ставите себе цель сбросить лишний вес, то тренироваться лучше натощак, чтобы организм брал энергию из-под кожного жира. А в питании надо создать дефицит калорий над расходами. И без подсчета БЖУ, белков, жиров, углеводов в этом случае не обойтись. И для похудения, и для поддержания здоровья и тонуса добавьте в свой рацион больше овощей, фруктов, белка. Не менее важную роль в этом процессе играет хороший 7-8-часовой сон. По питанию, конечно, больше овощей, больше белка. Первые приемы – это углеводные идут. Рис, кашки тоже в небольших объемах, с определенным интервалом, с хорошим сном и с постоянностью по тренировкам вы обречены на успех. Сладкое, мучное, жирное, фастфуд. Иногда так хочется съесть что-то неполезное. Тренер советует, что есть можно все, но в небольших количествах и не слишком часто. А если вы чувствуете, что переборщили с неправильным питанием, то идите в спортзал и поработайте там дольше обычного. Если цели похудеть у вас нет, но вы хотите поддерживать тело в форме и хорошем тонусе, то вам также необходима регулярная физическая активность. Тренировочный объемный процесс всегда провоцирует вырубку гормонов. Когда мы создаем определенный объем работы, наш организм начинает просить, дай мне вот этот гармончик, дай мне вот этот гармончик. Наш метаболизм увеличивается, и наше тело начинает работать в другом темпе. Когда этот процесс налаживается, у тебя автоматически начинает тело тонизироваться, и ты начинаешь лучше себя чувствовать, и твое тело начинает тебя радовать. Физическая активность нужна каждый день, поэтому свободные дни без тренировок можно посвятить ходьбе в умеренном темпе или заняться бытовыми делами. Главное – не лениться и ввести активность в привычку. Чтобы получить квалифицированную помощь, не надо серфить на просторах интернета. Приходите в артфитнес. Тренеры клуба – профессиональные спортсмены с большим опытом работы. Для вас подберут индивидуальную программу тренировок, составят план питания, помогут с постановкой целей. В фитнес-клубе большое количество разнообразных тренажеров на все группы мышц. Позаботьтесь о своей физической форме вместе с артфитнес. Улица Павлика Морозова, 39. Бесплатно позаниматься с инструктором может любой желающий. В рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» Центр внешкольной работы организует занятия различными видами спорта на свежем воздухе на нескольких площадках города. Спортивные площадки с тренажерами и снарядами для воркаута появились во многих дворах Сарова. Но не каждый человек знает, как правильно заниматься на том или ином тренажере, на какие группы мышц он рассчитан. В этих вопросах помогают инструкторы Центра внешкольной работы. Они консультируют, рассказывают о видах тренажеров, подбирают упражнения в соответствии с индивидуальными запросами человека. В сквере 22-го микрорайона по улице Павлика Морозова площадка оснащена большим количеством тренажеров, оборудованием для сдачи норм ГТО. Здесь же можно поиграть и в настольный теннис. Здесь упражнения можно сжим, лежа, становая тяга, можно выполнить гиперэкстензию упражнений, отжимания на борусьях, то есть как бы жим сидя. Это силовые упражнения. А также на настольный теннис, баскетбол и волейбол. Региональный проект «Спорт в каждый двор» федерального проекта «Спорт норма жизни» реализуется несколько лет. Все желающие могут выбрать физическую активность на любой вкус, а также получить помощь специалиста по спорту на физкультурных площадках города. Консультации инструктора абсолютно бесплатные. Дети тоже могут найти здесь занятия по душе, игры с мячом или командные соревнования. Специалисты Центра внешкольной работы приносят с собой необходимый инвентарь. Скакалки, мячи, ракетки для настольного и большого тенниса. Тут можно кидать кольцо, заниматься спортом. Отжимались, играли в теннис, приседали, поднимали в лежачем режиме. Когда приходишь со школы, делаешь уроки, я прихожу сюда. Тут есть кольцо, можно чем позаниматься. У меня есть свой баскетбольный мячик, я сюда хожу. Тут можно еще поподтягиваться. Очень люблю заниматься спортом. Это полезно, весело, приносит радость, интересно. А каким видом спорта увлекаешься, занимаешься? Увлекаюсь бегом, теннисом, баскетболом, подтягиванием, ну и лазанием. Я занимаюсь на тренажерах и играю тоже, но с другими, с друзьями, со знакомыми, с водителями. Для людей серебряного возраста предусмотрена отдельная физкультурная группа на площадке по адресу Силкина 20. Здесь инструкторы по спорту работают с понедельника по среду с 9 до 12 часов. По улице Казамазова 10, со вторника по четверг с 10 до 13 часов. Площадку в сквере 22 микрорайона по Павлико Морозово можно посетить с понедельника по четверг с 16 до 19 часов. Проект реализуют в течение всего лета. За подробной информацией можно обратиться по телефону 98103.